Больше 20 лет в профессии и 7 лет директором школы. Сегодня Наталья Коныгина больше всего гордится тем, что к ней приходят учиться дети и даже внуки первых учеников. Мне нравится моя профессия, потому что мы сердце отдаем детям. Потому что когда на улице ты встречаешь своих учеников, они тебе улыбаются и говорят, а это наш директор. С важностью, с трепетом. Нравится, когда родители говорят тебе, что вы у нас замечательная, добрая, отзывчивая. Школу номер 29 в микрорайоне Левобережной Наталья Геннадьевна возглавила ее еще на стадии ее строительства. Пришлось проявлять не только педагогические таланты, но и организационные. Смеется, успела поработать прорабом. В 2014 году я была назначена директором 29 школы. В тот момент школа еще только строилась. Мне приходилось контролировать и на этапе строительства, и на этапе отделочных работ. В октябре 2014 года мы привели в школу 330 учеников. Далее мы развивались уже в геометрической прогрессии. Через год у нас было 450, потом 850. Сегодня учащихся уже больше 3000, и это не предел. Ведь микрорайон стремительно развивается, застраивается, в нем появляются новые семьи и новые дети. Чтобы было одинаково комфортно в школе, приходится ежеминутно решать самые разные вопросы. Зато школа вошла в топ-100 лучших учебных заведений России. Свой организационный опыт Наталья Коныгина проявляет и в общественной жизни. Школа стала одной из базовых реализаций проекта «Химке интересно жить». Здесь сначала проводились мастер-классы, а потом, когда жители микрорайона перезнакомились и начали обсуждать вопросы развития территории, школа стала площадкой для встреч в рамках движения общественной поддержки социально значимых инициатив. За активную позицию «Большой вклад» Наталью Геннадьевну избрали лидером движения. Успех движения она видит в вовлечении большого количества химчан. Ведь обсуждения идут не только на встречах, но и в чатах. Эти чаты уже подтвердили свою значимость, потому что в них люди могут высказывать как и проблемы, так и какие-то полезные вещами делиться. Все эти чаты, в них участвуют помимо нас и представители администрации. Соответственно, вся информация передается сразу в нужные инстанции. И если возникшая проблема требует срочного решения, то они, безусловно, сразу же решаются. За что жители искренне благодарны и нашему движению, и администрации города. Наталья Геннадьевна уверена, идея химчан – это путь к позитивным переменам. Сейчас она участвует в продвижении одной из таких инициатив – открытий в городе библиотеки нового формата. Открытие библиохола в помещении библиотеки семейного чтения на улице Пожарского – это желаемое место для наших жителей, потому что там будет некий социально-культурный центр, куда люди смогут находиться целыми семьями, где будут занятия для всех возрастов по их интересам. Только объединившись и приложив совместные усилия, можно изменить мир вокруг, уверена Наталья Коныгина. А движение «Химки интересно жить» дает эту возможность как выдвинуть инициативу, так и проголосовать за ее реализацию. Александр Гузаев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.